Шалом! В общих словах, Бог Израиля, который называется Нецах, Вечность, Он не обманет и, если что-то сделает, не будет сожалеть, не раскается в содеянном, потому что Он не человек. Вот есть такой очень красивый, на мой взгляд, рассказ про одного принца, отец которого, царь, уже стал старым, и вот все его сотрудники, все министры уже готовились к перемене власти. Обычно, когда власть должна поменяться, нужно найти подход к преемнику. Вот они начинают этого принца ублажать, льстить, и говорят, ты такой красивый, ты такой красивый, ты такой статный, ты такой статный. Он посмотрел на себя в зеркало и говорит, слушай, я не статный и не красивый, а тем временам зеркало это было достояние царей. Он выходит к ним и говорит, министры, вы зачем, я принц, вы меня обманываете, я некрасивый, не статный. Они говорят, зеркало одно, а нас семь, а ты знаешь, что надо идти за большинством. Вот принц еще раз уединяется с зеркалом, смотрит так, смотрит так, потом берет и разбивает это зеркало на несколько частей, смотрит в каждый из них, каждый из них показывает его реальное состояние. Приходит к министрам, говорит, смотрите, тут есть 15 осколков, и каждый из них, он меня показывает таким, как я есть. Я не такой красивый, как вы говорите, не такой статный, вы мне говорите, семь, вот 15. Тогда они ему говорят, но мы же люди, люди, мы, это зеркало, это неподвижный предмет, в нем нет души, его не видно, его не слышно, оно не двигается, оно стоит себе где-то там висит, мы люди. И вот принц обратился к своему престарелому, дряхлому отцу, который уже долго-долго лежал в постели, был болен. Он спросил у него совета, как вот ему воспринимать зеркало и люди. Большинство говорит так, люди говорят так, и вот он ему говорит, отец, ты знаешь, сынок, только потому что они люди, не всегда им надо доверять. Потому что человек, он способен обмануть, у него есть лесть, у него есть и хорошие вещи, он может иногда сказать правду, он может, но у него есть также чувство корысти и так далее. Зеркало, потому что оно, вот такое неподвижное, и оно это делает без корысти, ему можно доверять. Когда мы с вами вспоминаем вот эту фразу, нецах, Исраэль, вечность Израиля, или сильный Израиль не обманет, ибо он не человек. В жизни всегда нужно искать путь или ответ, который идет от него. Обычно Всевышний раскрывается только великим людям, раскрывается напрямую в снах, в видениях, в молитве. Он направляет мысли людей, которым можно доверять. Эти люди, по идее, должны быть богобоязнены. Так вот, если мы можем убедиться на нашем человеческом уровне, что человек, который говорит нам что-то, он богобоязнен, он знает, что есть Всевышний, знает, что Всевышний не пропустит вот такие вот трюки, боится Бога. Такому человеку можно доверять. Пусть он будет один, а напротив него может стоять 20 людей, знаете, как волчки, которые крутятся, которые могут себя подстроить и так далее. Дамы и господа, дай Бог, чтобы нас окружали люди, которым можно доверять, которые не обманут. Если скажут что-то, не разочаруются в том, что они сказали. Шалом, шалом.